Здравствуйте! В эфире «Итоги дня». О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Цены на 20% ниже рыночных. В регионе проходят сельхозярмарки, где и когда можно купить продукты дешевле. Проходили мимо, сорвали замок и вынесли ценности. Двоих петропавловцев задержали по подозрению в краже. Сильнейшие полуаны области выступили на областном турнире по Хазак-Куресе. Кто забрал главный приз и денежный сертификат? Дефицита угля в регионе больше нет. Об этом глава региона Кумар Ахсакалов заявил на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте страны. На пресс-конференции в столице Акимобласти рассказал и о причине ажиотажа вокруг черного топлива. О трудностях, с которыми столкнулся регион в 2021 году, а также в целом о развитии области в рамках реализации послания президента страны расскажем прямо сейчас. Год для нашего региона выдался продуктивным. Рост наблюдается по всем ключевым направлениям, отмечая Акимобласти. Растут доходы населения, создаются новые рабочие места. По сравнению с прошлым годом на 22% увеличился и бюджет области. Составил он 393 миллиарда тенге. Основную часть средств выделили на модернизацию сельской инфраструктуры. В этом году на преображение 132 сел выделили 22 миллиарда тенге. В этих населенных пунктах отремонтировали школы, медицинские учреждения, дороги и водопровод. В этом году в сельское хозяйство инвестируют 140 миллиардов тенге. Это четверть инвестиций страны. 34 проекта на 48 миллиардов тенге. Проводят комплекс работы по увеличению пассивных площадей масличных культур. За годы независимости их засеивали на 51 тысячи гектаров. Сегодня площадь приумножили до 1 миллиона и приступили к переработке. Для этого в регионе строится завод. Он сможет перерабатывать 370 тысяч тонн масличных в год. На эти цели выделили 15 миллиардов тенге. Возводят в Северном Казахстане зернохранилище и завод по очистке семян. Уже в следующем году в эксплуатацию ведут теплицу, где будут выращивать около 3000 тонн овощей. Что касается молока, то объемы его производства в регионе увеличивают с каждым годом. Поспособствует этому и строительство новых современных молочно-товарных ферм. Северный Казахстан – лидер по строительству молочно-товарных ферм. Всего в стране строится 29 комплексов, половина из них в нашей области. В этом году мы начали возводить 16 ферм, а до конца года уже запустим 10 комплексов. На этих фермах будет создано 500 новых рабочих мест. Производить они дополнительно будут 45 тысяч тонн молока. Благодаря этим проектам производство молока увеличится с 598 тысяч до 630 тысяч тонн в год. Развивается в регионе и второе направление животноводства. Производство мяса планируют увеличить с 60 до 100 тысяч тонн в год. Набьются этих цифр со строительством двух откормочных площадок на 13 тысяч голов в Алихановском и Акжарском районах. Запустили в регионе и специальную программу по развитию овцеводства. По итогам проекта создали три репродуктора. Туда завезли 13 тысяч голов племенного скота. Что касается мяса птицы, то 40% продукции мы импортируем. Чтобы минимизировать эти цифры, в регионе строятся две новые птицефабрики. Рассказал о Кемобласти в столице и про успехи в отрасли промышленности. Запустили комбинат ламинированной фанеры и фабрику по выпуску мягких контейнеров. Год прошел, новые предприятия уже показывают неплохие результаты. К примеру, фанерный комбинат с момента запуска выпустил 8,5 тысяч продукции. Наращивают обороты фабрика по выпуску мягких контейнеров. Со дня открытия уже произведено 220 тысяч биг-бегов на 1,2 миллиарда тенге. Заметные улучшения в инфраструктуре региона. В 2021 году по области проводилась комплексная работа по линии ремонта дорог. Отремонтировали полотно на 813 километрах, в том числе и в населенных пунктах. Новое асфальтовое покрытие появилось в 44 селах. В этом году доля хороших дорог составила 74%. За 4 года эти цифры доведут практически до 100. Одна из насущных проблем для региона – водоснабжение. Для ее решения финансирование увеличили почти в два раза. Качество питьевой воды повысилось в 49 населенных пунктах. Под конец года регион столкнулся и с вопросом дефицита каменного угля. Мы потом разбирались по причине возникновения этого очередей, почему эти материалы выходят. Выяснилось, что поставщик, который оплатил заранее разрезу за поставку угля, у него есть график, у него есть объем, но, к сожалению, разрез по каким-то причинам не догрузил объем в этом поставщику. Поэтому несколько дней какие-то возникали перебои с поставкой. Именно Шубар-Кульского угля. Хотя лежит у нас Майкуба и лежит Каражара. Несмотря на ажиотаж, нашлись и те, кто решил на этом подзаработать. Некоторые предприниматели, поставленные в Северный Казахстан уголь, пытались продать в Россию. Объяснялось это тем, что ценник на черное топливо в соседнем государстве был гораздо выше. Узнав об инциденте, Аким от области написал письмо в профильное министерство. Вопрос решили, дефицита в регионе больше не наблюдается. Интересовались журналисты условиями проживания недавно прибывших в область этнических казахов из Ирана. В область переехали 25 семей, 16 из них прибыли из Ирана. Им необходимо подать заявление на получение социальной помощи. Прежде всего, они должны получить казахстанское гражданство. Только тогда будет оказана помощь по трудовой программе. Обеспечивают, как правило, переселенцев жильем и работой. Возможно, и открыть собственное дело, получив льготный кредит. К слову, условия для людей, которые хотят жить, работать и вносить свой вклад в развитие региона, есть. Жанель Бесимбаева. Итоги дня. Десяток яиц по 330 тенге, килограмм говядины 1700 тенге. С 11 декабря на рынках областного центра открыты сельскохозяйственные ярмарки. Участвуют в них шесть районов области, а также сельхозтоваропроизводители и наши перерабатывающие предприятия. За два дня там реализовали около 10 тонн продукции. Подробнее расскажет моя коллега Гюзель Закария. На прилавках самое необходимое мясо, молочка, яйца, мед. 50 килограммов этого сладкого продукта привезла Антонина Дудкина. Занимается пчеловодством она вместе с мужем уже более 40 лет. Сейчас на семейной пасеке насчитывается около 50 пчелосемей. Они, к слову, собирали нектар на необработанных полях. Ездим мы, где только что хорошее цветет, по всему северному Казахстану. Часто вот мы в этом году стояли в Частовском. То есть мед экологически чистый. Цена у нас небольшая. С нового урожая, как собрали мед, мы цену не поднимали. Цена у нас 2000. Хоть гречишный, хоть цветочный, хоть вот этот экспорцет с донником. Стараемся разнообразить продукцию. Всегда приезжаем на ярмарки. Людям даем обязательно попробовать. Нуртас Канафин из Акаинского района тоже старается не пропускать ярмарки. В хозяйстве у мужчины сейчас 20 голов овец. Сегодня выставил на продажу почти 60 килограммов мяса. Привезли мясо двух баранов. Продаем в зависимости от части. Цена варьируется от 1900 до 2000 тенге. Стараюсь участвовать в ярмарках хотя бы два раза в год. Цена выгодная. Клиенты есть. С утра покупателей было немного, говорят фермеры. Ведь для многих горожан эта ярмарка стала приятной неожиданностью. Ну, хожу я не часто на ярмарки. Ну, сегодня просто в боли случая зашла и купила мед по более такой приемлемой цене. Если время позволить, то завтра и послезавтра я смотрела, что будет еще ярмарка. Довольно-таки можно будет вернуться и посмотреть еще что-то. И мясо, и продукцию молочную. Хочу взять мед. Проходила мимо. Цена привлекла. Всего 1500 тенге за килограмм. Это выгодное предложение. Всего представили сельхозтоваропроизводители 5000 тонн продукции. В особом спросе мясо и яйца. Последние, к слову, продают по 330 тенге за десяток. Цены в целом ниже на всю продукцию. На рынке представили продукцию ниже 15-20% рыночной стоимости. У нас на сегодняшний день ярмарка проходит от трех рынков города Петропавловска. Это Хазаджар и Аквастау, коммулянный рынок. Второй рынок – Дарья, голубой говорим. Третий рынок – это Алт-Марман, центральный рынок. На рынке участвуют районы. На сегодняшний день представляют шесть районов области, а также сельхозтоваропроизводители и наши перерабатывающие предприятия. Стоит отметить, такие ярмарки продлятся до 15 декабря. Порадуют они жителей в последнюю неделю месяца, сообщают в Управлении сельского хозяйства. Гизель Закарья, Казбек Арыкбаев, итоги дня. Полицейские Северного Казахстана задержали жителя Костаная, находившегося за рулем фуры в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 8 декабря на автодороге Кукшетау-Рузаевка. В 22.15 сотрудники батальона патрульной полиции заметили на обочине многотонный грузовик. Они остановились, чтобы спросить у водителя фуры, все ли в порядке. Однако от последнего исходил запах алкоголя. Медицинское свидетельствование подтвердило, что мужчина был не трезв. В отношении него собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сейчас водитель по решению суда отбывает 15 суток ареста и лишен прав сроком на 7 лет. Сначала УПМ правопорядок. Полицейские задержали 31 нетрезвого водителя и выявили более полутора тысяч административных правонарушений. Каждая пятая из них – нарушения правил дорожного движения. Серию имущественных преступлений совершили двое петропавловцев. В приоритете у злоумышленников были ювелирные изделия из серебра. К счастью, стражи порядка задержали воришек вовремя. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Двое горожан оказались замешаны в краже ювелирных изделий на сумму 150 тысяч тенге. И случай не единичный. До этого злоумышленники орудовали в одном из бутиков возле торгового дома «Океан». Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемых. Помогли в этом камеры видеонаблюдения. Со знакомым проходили мимо дома, увидели, что дом закрыт, проникли внутрь, совершили кражу. Какие могут за домом проликать? Сорвали навесной замок. Это частный дом? Да, частный дом. Что брали? Брали, искали драгоценности, взяли только серебро. Часть похищенного полицейские изъяли. Подозреваемые находятся под стражей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изобличены и задержаны 35-38-летние жители города Петропавловска, ранее привлекавшиеся за аналогичные преступления. Данные факты были зарегистрированы в Едином реестре досудебного расследования по пункту 2-3, части 3, статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Полицейские напоминают североказахстанцам, чтобы не стать жертвой воришек, необходимо следить за ценными вещами и быть предельно бдительными. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции. За последние 24 часа коронавирус выявили у 66 жителей Северного Казахстана. Столько же инфицированных зарегистрировали и в соседней Павлодарской области. Оба региона сейчас находятся в желтой зоне. Всего за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 491 казахстанца. Наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Карагандинской области. 90 случаев. Отметим, в стране продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 млн 290 тыс. казахстанцев. Из них 248 тыс. североказахстанцы. В Северном Казахстане продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. По словам врачей, переносит иммунизацию жители легко. Сегодня антиген получали дети от 12 до 18 лет. Диана Салихова с подробностями. В третьей городской поликлинике более 360 североказахстанцев уже получили вакцину Камернати компании Pfizer. 310 из них – подростки, остальные 50 – беременные и кормящие женщины. Вторым компонентом привили 40 человек. Детей прививают с разрешения родителей. Всего должно собраться 6 человек. Затем они проходят на осмотр. При отсутствии проблем со здоровьем допускается вакцинация. Родителям выдается документ ознакомления с полной информацией о прививке. Также предоставляется лист согласования. Перед проведением вакцинации обязательно проводится медицинский осмотр. Измеряют артериальное давление, уровень кислорода в крови, температуру. Осматривают кожный покров и слизистые. Оценивается общее состояние. При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительное обследование. По показаниям врачи могут направить на консультацию узких специалистов. В течение нескольких дней у ребенка могут наблюдаться слабо выраженные или умеренные побочные эффекты. Это нормальные признаки, свидетельствующие о том, что организм выстраивает защиту, а иммунная система формирует ответ. Эти побочные эффекты обычно проходят через 12-48 часов. В поликлинике активно проводится и ревакцинация. На сегодня более 570 человек получили вакцину. Диана Салихова, Михаил Казначеев. Итоги дня. 65 жителей района Шалакына прошли в этом году обучение по проекту Бастал. Каждый из них получил грант от государства на развитие своего дела, в их числе и семья Каирбаевых. Они открыли ателье в райцентре, в котором жители Сергеевки давно нуждались. О том, как развить прибыльный бизнес на селе, наш следующий материал. Подшить, укоротить, подлатать и даже сшить на заказ по эксклюзивному дизайну. Такие услуги предоставляют в новом ателье в городе Сергеевке. Его Данагуль Каирбаева с супругом открыли благодаря проекту Бастал. Глава семьи обучился азам предпринимательства, защитил бизнес-план и получил грант в 583 тысячи тенге. На эту сумму для ателье приобрели четыре швейные машинки и оверлок. Мы две недели к этому готовились, чтобы открыть. Закупили материал, делали рекламу, подготавливались. Открыли мы всего три дня. Но вообще, прежде чем открыть, мы делали опрос. Пользовались спросом, нужно ли это людям. Вообще нету по Сергеевке ателье. Подшить одежду можно было только у швей, которые подрабатывают на дому. Говорит Данагуль, в Сергеевке давно нуждались в ателье. Потому заказы пошли с первого дня открытия. В числе тех, кто нашел работу в новом ателье – Карлагаша Рыстанова. В сентябре женщина с двумя сыновьями переехала в Сергеевку из Ташкента. Семья Кандасов получила дом, а Карлагаш – работу. На швию я раньше нигде не училась. Просто с детства умею шить. У меня два сына, иногда для них что-то подшивало. Когда переехала в Сергеевку, в центре занятости мне сказали, что можно бесплатно выучиться на швию и найти работу. Я согласилась. Здесь не нравится, заказы есть, без дела не сидим. Всего в этом году в районе Шалакына по проекту Бастау обучение прошли 65 человек. Все они получили грант на общую сумму 33 миллиона тенге. Также прошлогодние, кто отучились в Бастау-бизнесе, и нынешний год именно на кредитование, они уже получили свои кредиты 30 человек, то есть на 118 миллионов тенге. У нас в сфере больше всего идет животноводство, покупают также крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и коневодством занимаются. У нас многие, кто получают кредиты, они принимают на работу кондасов, именно в роли как разнорабочих, охранников и доярок. По региону в этом году основы бизнеса освоили более 900 североказахстанцев. 143 человека получили грант в рамках проекта Бастау. Еще 170 выдали льготные кредиты. Заключительный этап Республиканской Олимпиады по школьным предметам сегодня проходил во Дворце школьников. Здесь собрались учащиеся пятых-шестых классов, которые показали лучшие результаты на областном туре. Юным знатокам предстояло за час ответить на вопросы по одному выбранному предмету из восьми. Учащаяся областной специализированной школы-лицеи-интерната для одаренных детей «Лорд» Анна Наумочкина в этой Олимпиаде участвует во второй раз. Она успешно справилась с первыми тремя этапами. Надеется, что и четвертый пройдет также успешно. Математика и увлекаюсь начальной школы. Мне нравится решать интересные запутанные задания. Чем нестандартнее их решения, тем увлекательнее их поиск. Сегодня проходит заключительный этап Республиканской Олимпиады для пятых-шестых классов по общеобразовательным предметам. Поэтому к нам в область был отправлен представитель Республиканского научно-практического центра «Дарен», который смотрит за объективностью и прозрачностью проведения данной Олимпиады. При этом Олимпиада проводится в прямом эфире. Соответственно, родители могут зайти на официальный сайт Республиканского научно-практического центра «Дарен» и посмотреть в прямом эфире на своего ребенка, как он проходит данную Олимпиаду. 15 сильнейших полуанов боролись за звание лучшего на областном турнире по «Казак-Куресы». Он проходил в городе Сергеевке района Шалакына. На первенство приехали спортсмены Североказахстанской и Акмолинской областей, в их рядах мастера спорта, призера республиканских чемпионатов и участники международных первенств. За зрелищными схватками именитых полуанов наблюдала съемочная группа МТРК. Турнир по «Казак-Куресе» проводят в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его открыли летом текущего года и дали имя Кулике Батыра. В честь его 130-летия, а еще и юбилей независимости, провели первенство области. На ковре борцы тяжелого веса Тиепа-Луаны. На турнир съехали спортсмены из семи районов нашего региона и еще два участника представляют Акмолинскую область. Сильнейшие приехали, есть мастера спорта, есть призеры республики. В соседней области Акмолинской пришли сильнейшие борцы, которые в этом году участвовали в «Казахстан-Барусе». И неплохой там результат показывали. Я думаю, среди наших, среди Акмолинских, будет жаркая схватка. Среди наших есть призеры республики и участники республиканского турнира «Казахстан-Барусе». В числе именитых павуанов – Алтенбека Усагитов. Он участник республиканских и международных чемпионатов. «Казах-Куресе» занимается 9 лет. Его соперник из Жамбулского района менее опытный, но тоже имеет в своей копилке медали республиканских турниров. Схватка была напряженной и богатой на зрелищные приемы. В итоге победил опыт в лице Алтенбека Усагитова. Первая схватка всегда дается сложно. Нужно было продышаться 5 минут. И взял пару оценок и продержались до конца. Нелегко, пришлось постараться. Все соперники достойные, все опытные. Опытные и именитые. Алибек Гусманов, к примеру, в этом году занял третье место на областном турнире «Казалжар-Барусе». Сейчас Шалаканиц выступает против своего земляка. Приемы и тактики друг друга Палуаны знают, но от этого наблюдать за схваткой интереснее. Соперники здесь собрались достойные. Каждая схватка по-своему сложная. Сейчас, во время борьбы, я выбрал выжидательную тактику. Искал момент, когда смогу уложить соперника на лопатки. За 15 секунд до конца схватки мне это удалось. Присудили досрочную победу. Я изучал соперников. Такая тактика, конечно, не с каждым сработает. Но я подготовился и верю в победу. Вера напрасной не была. Алибек Гусманов по итогу турнира занял первое место и получил 300 тысяч тенге. Серебро у Асета Жунусова из Кукшитал. Третье место у Алихановца Алтынбека Усагитова. Агири Мукашева, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»